Всем привет, с вами Тед. Как играть за Протаса против Терранов в StarCraft 2 Legacy в живой? Вы выбрали Протасов, имба-раса. Всё, что вам нужно делать, всего лишь жать одну кнопку и вы побеждаете, потому что Протасы это имба и самая лёгкая раса. Но всё равно у вас возникают проблемы, потому что самая трудозатратная раса и самая сложная это, конечно же, Терраны. И ребята на них, которые играют, это просто умопомрачительные мастера игры, которые страдают, но всё-таки тащат против самой лёгкой расы. Обычно темп любой игры диктуется из того, как вы открыли, и вы разведываете, чтобы понять, во что вам открываться. Кстати, кто не видел гайд по открытиям, посмотрите в предложку или в первый закреплённый коммент. При любом открытии вы чем-то жертвуете. Вы либо ставите первую кибернетку, теряете в экономике с поздним нексусом, либо ранний нексус, и вы терпите от рипера, потому что кибернетка поздно. Либо вы разведываете, что у Террана нету барака на месте дома, А барак стоит просто где-то рядом в проксе, который не особо влияет на развитие Террана. Но вам приходится заказать Зилка и жертвовать и экономикой, и технологией. Что если я вам скажу, что играя за Протаса вы можете иметь и Зилка, и раннюю кибернетку, и ранний нексус одновременно. Как? Посмотрите видео полностью и узнаете. Поехали! Итак, вторая минута, 30 секунда игры. Протас против Террана. Что у нас есть? Посмотри. У нас строится второй сталкер. Первый у нас уже встречает нашего рипера в 2.30. Батарейка в минералах почти достроилась. То есть этот сталкер может смело идти через карту и разведывать, либо напрягать Террана. Второй нексус готов, и уже у нас есть минералы, чтобы начать строить рабочих. Чем мы сейчас и будем заниматься? Ну, после того, как поставим робот. И одновременно со всем этим Зилот бежит харасить Террана. Посмотрите просто, какой волшебный билд. Как так сделать, я расскажу вам немножко позже. Смотрите внимательно, что мы можем достичь. Ставим робо после того, как заказали пробок. И у нас робо по нормальному таймингу достаточно. Мы его могли поставить раньше, не заказывая второго сталкера от экрана, конечно же. Итак, Зилот прибегает и начинает мешать Террану. Он убивает одну КСМ-ку, убивает вторую КСМ-ку. Либо не убивает. Нет, здесь он все-таки смог убить вторую КСМ-ку. Начинает бить третью. И ему повезло, он ее убивает тоже. Здесь встречает Рипера. Рипера, конечно же, он убить не сможет. И посмотрите, Зилот. Один сталкер и второй сталкер могут на третьей минуте уже мешать Террану. То есть, если он забудет поставить бункер, либо решит, что он ему не нужен. Потому что, если он делает маленькую разведку, он поймет, что у нас Нексус рано. И его как бы не... Ну, ничего ему не угрожает. Вот. Тогда мы можем нанести очень сильный урон. Но этот Терран все-таки мастер лига. Он смог защититься. Он поставил вовремя бункер. Открылся все как надо. Мы же тем временем ставим спокойно пару гейтов и играем нормальное макро. Посмотрите, первый обсервер у нас сделается в 3.20. Затем у нас застраивается пилон и мы спокойно ставим еще газы. У нас Зилот контролирует воздушное здесь пространство, чтобы к нам не залетели дропы. Но к нам будут приехать Гиллион и Рипер на разведку. Это, в принципе, такая тоже классическая вещь. Их мы спокойно отбиваем сталкерами. То есть, тут у нас проблем никаких не должно возникать. Вот, поставив газы, мы делаем роба и фаржу, чтобы продолжать развиваться. Естественно, это наш следующий план. Колоссы. И первый обсервер достигает базы Террана в 4 минуты 30 секунд. Посмотрите. То есть, в 4 минуты 30 секунд мы понимаем, во что играет наш соперник. Мы понимаем, что это в целом Био, это Бараки, это Старфорд с тех лабой, которые может сделать либо Баншу, либо Рэйвена. Ну, в данном случае Рэйвен. И мы, естественно, от него немножко отбегаем, чтобы не отдавать обсервера. Умудряемся его спасти и все окей. Тем не менее, мы все равно видели, что есть медивак с минами. Но мы готовы. Смотрите на наш обзор. Да, вот так вот нужно играть против Террана. Нужно всегда стараться расставить обсерверов, чтобы они перекрывали вот такое воздушное пространство возле ваших баз. Таким образом, где бы здесь что ни летело в сторону вашей базы, вы будете это знать. И такая же здесь функция у Зилота. Можно еще дополнять это пилоном, к примеру. Вот. Поставив Армари пораньше чуть-чуть у него, мины будут не появляться после того, как выстрелили. Поэтому можно всегда немножко вложиться в Фатонку. Фатонка, конечно же, это трата ресурсов. Но здесь мы можем себе позволить, потому что, как я говорю, у нас немерено, просто немерено ресурсов. Мы еще и вначале поджимаем Террана. Посмотрите, какая разница. Пятая минута, тридцатая секунда. У нас уже преимущество на 11 рабочих. Это очень много. И он пытается это преимущество сократить, естественно, дропом мины. У нас же выходит колосс 5.30. То есть, если это был бы биопуш какой-то, он бы был готов его встречать. Но это дроп мин. И посмотрите, как тяжело отбиваться от дропа мин. Мы просто нажимаем оклик, либо даже не видим этот дроп. Но у нас Фатонка и колосс все бьет бонус уроном. И мы просто отбиваем без потерь вот так вот легко от дропа мин. Мы играем за процессор. Все-таки не забывайте, самое легкое раз. А никакой не нужно у нас это вообще сложности. Просто ничего не делаешь и все отбиваешь. Затем идет, конечно же, второй колосс. И дальше уже мы переходим в следующие наши технологии. То есть, здесь у нас обсервер смотрит, будет ли на нас выход или нет. Выхода мы не видим и решаем дальше играть. Когда почти закончился апгрейд плюс один, лучше переходить в следующие апгрейды. Для этого нужен сумеречный совет. Мы ставим сумеречный совет, он же Твайлайт. Вот. И он как раз достроится к моменту изучения плюс один на атаку. Вот. Как видите, на каждой базе по Фатонке. То есть, все достаточно защищено. Все безопасно. Все окей. Ставим газы на третьей базе, потому что у нас две форжи и нам нужно будет много газа. Вот. И за вторым колоссом идет третий, потому что мы играем защитно. У нас две форжи. Нам некуда спешить. Мы просто аккуратненько защищаемся. Защищаемся. Приходит Марик. Естественно, он уходит. Ничего страшного. И начинаем делать плюс два на атаку, плюс один на броню. Начинаем делать блинг. Как вы видите, все легко. Просто стоим, ничего не делаем. Кидаем периодически иллюзии Феникса. Вот так вот понять, есть третья база у Терна или нет. И видим, видим, что есть третья. И есть у него здесь Ревен, есть танки. То есть, он, в принципе, готовится, возможно, уже на нас выходить. И вообще, это логично. С его стороны было бы выйти с Ревенными танками на нас. Я готов к этому выходу. Я жду его. Мы, в принципе, ждем, ждем, ждем. Но он не идет. Поэтому, ну, нам тоже нужно что-то делать. А что делать? Мы добавляем, естественно, гиты. Потому что уже пора переходить в дальнейшую какую-то историю. Раз он не идет. Спокойненько летим призмой. И готовимся в эту призму загрузить дроп. Дроп зилков, конечно же, очень хорошая стратегия. И это будет, собственно, моя дальнейшая стратегия. Смотрите, я после блинка заказываю чарж. И таким образом... Таким образом, рано еще. Еще я заказываю иммортала. Почему? Потому что соперник видит колоссов. И он будет их контрить викингами. Соответственно, его армия викингов будет на воздухе летать. А мы переходим уже в землю. То есть, мы лишаем его возможности иметь эффективную воздушную армию. Все, что викинги очень эффективные. Мы поэтому берем просто-напросто из колоссов. Переходим в имморталов. Занимаем четвертую нашу базу. Под вот этой армией, естественно. Параллельно загрузив дроп. Можно уже попробовать дропнуть. Но что будет, если я прямо сейчас полечу? Все будет хорошо. Поэтому 8.30 идеальный тайминг, как вы видите. Чтобы залететь призмой. И сделать какой-то урон сопернику. Но соперник не идет в мою сторону. Я поэтому решаю, в принципе, что особо толка в этом нет. Продолжаю строить имморталов. Делаю темплар архивы. Потому что газ начинает копиться. Заметьте, уже газ начинает копиться. Это все потому, что я перестал строить колоссов. И здесь спокойно с сталкерами смотрю, есть ли прокси базы. Немножко бегаю. То есть, надо чем-то заниматься. Раз соперник не идет к нам. Мы походим, посмотрим, может он где-то прячется. И мы идем к нему. Соответственно, я решаю сделать так. Под наши апгрейды мы идем. Убиваем медивак. Потому что это очень легкая раса за протасов. Вот, мы просто идем и все убиваем по дороге. И, естественно, сейчас мы будем пытаться напасть с двух сторон. Понимаем, что уже поздно. Уже здесь настурели. Уже нет смысла налететь. И я думаю, ну ладно, нападу на третью с двух сторон. То есть, я хотел напасть в лоб этой армии. И кинуть ему в минеральную линию зилотов. Это я сделал уже поздно. Не успел. Делаем даварп. Чарж почти готов. Плюс два на атаку есть. Плюс один на броню есть. То есть, зилки с чаржем. Все круто. И посмотрите мою ошибку. Я армия нажимаю. А клик вот сюда. Но здесь меня ждала стенка. Которую я, естественно, не видел. И армия пошла в какой-то глупый обход. Параллельно с этим зилы-то здесь просто отдались. Ну, беспомощно. Бесполезно отдались. Я понимаю. Ладно. Игра перейдет дальше. И вот здесь я вам показываю, как играть за протосов макро против террена. То есть, что делать, если вот наши вот эти вот атаки посередине игры не зашли. Мы, конечно же, добавляем сразу же газы на нашей четвертой базе. И дальше, в принципе, просто ходим, курсируем здесь. Не пускаем соперника особо выходить. И расстраивается по всей карте. То есть, если мы пустили соперника нашего террена расстраиваться по всей карте. Занимать много газов. Тогда он начинает играть в батлкрузеров. Которые прилетают. Делают паяматов каждого вашего юнита. И все юниты взрываются, естественно. Вы теряете кучу лимита. И думаете, ну, сейчас я убью батлкрузеров. Но они делают бринг домой. Лечатся. И по новому кругу летят вас убивать. Поэтому, ну, вы никогда эффективно с ними не разменяетесь. И проще, ну, не пускать, не заводить в такую стадию игру. Параллельно с этим, конечно же, учим все апгрейды. Можно поставить еще и Даркшайн. Вот. Но я выхожу в строги и пи. То есть, я сразу же уже готовлюсь к следующей стадии. Я не жду, пока я увижу батлкрузеров. Я уже готовлюсь к тому, что мне придется с ними встретиться. Что игра затянется. Параллельно, конечно, газ идет вархонов. Очень сильные юниты против терра. Часто недооцененные. Потому что они контрятся как бы ЕМПшками. Но на самом деле, все равно можно их использовать. Они достаточно жесткие. Уже начинают делать апгрейды на воздух. И, конечно же, Флит Бикон. Флит Бикон очень важное здание. Оно дает вам возможность сделать темпестов. Вот темпестами вы будете как раз таки прогонять этого терра. Как вы видите, он идет занимать свою четвертую базу. Мы здесь его прогоняем. Ничего такого необычного. Немножко смотрим делками, как там дела. Просто потому что они нам не нужны. Это мусорный юнит. И заказываем три темпеста. Ждем их. И с темпестами будем его выгонять. Этот террин попытался сделать залет. Мы туда вернулись сталкерами. Типа... Ну, потому что почему бы нет. Все как бы легко. Приходим. И, в принципе, вот отсюда должно было начаться такое вот сражение. Мы темпестами просто потихоньку его выбиваем. Напрягаем, мешаем. И получается как бы такая вот позиционка. Параллельно с этим покажу вам такой вот маневр крутой, который я сделал. Посмотрите от лица терра. Когда террин выходит вот в эти вот, получается, сенсорные башни, испортите ему мини-карту. Просто ставьте много юнитов на края мини-карты. И просто-напросто вот так вот очень пакостно посмотрите. Играйте, да. Представьте, что вот здесь вот несколько сталкеров, которые вот тут вот на патрулях ходят. То есть это постоянно залетающая красная точка на мини-карте. Это очень бесит. Особенно, когда одна из этих точек станет настоящей. Когда это реальная призма залетит, либо темпест. Что у нас дальше происходит? Что у нас дальше происходит? Он, конечно, ну, что-то не выдерживает. И решает пойти в 2, в нашу сторону, что ему пора уже 4 занимать. Делает сканы, кидает EMP-шки. В принципе, начинается бой. Но с хорошими грейдами мы его, в принципе, выбиваем. Выбиваемся. Ну, вот этот вот бой. Начинается у нас кровавая битва. Просто против терна. Мы, как бы, вроде бы где-то даже размениваемся. Но он сдаётся, он понимает, что у нас ещё подкрепление будет. У нас будет подкрепление. А тут, как я и говорил, викинги, да. Понимаете, у него половина армии. Это воздушные викинги и медиваки. И поэтому его, вроде бы, много, но на самом деле мало. То есть он викингами, ну, убил 3 темпеста, но убил бы 3 колосса. Толка всё равно нет, и у него очень мало полезной армии. И мы пришли к самому интересному. Как мы это сделали? Посмотрите, это супер гениально. Мы строимся всё как обычно. Мы ставим пилон. Мы ставим гейт. То есть всё как обычно. Мы делаем буст. Мы сделаем газ. Вот, обычно в это время вы идёте на разведку. Но тут самый главный вопрос, как всегда. Зачем мы разведываем? Мы разведываем только для одного. Нам нужно понять, во что мы хотим открыться. То есть в первую кибернетку. Нужен ли нам зилот или ещё что-то. А если у нас это всё есть, мы не идём в разведку. Логично же, да? То есть если мы не меняем свой план, исходя из того, что мы видим, то нам в разведку не надо. И вот этим я здесь и пользуюсь. Посмотрите. Я беру и 17-го рабочего прикрепляю на минерал. Чтобы он третьим рабочим добывал. Вот если здесь присмотритесь, вот здесь вот на этом минеральчике у нас, видите, три рабочих застыкованы. И они все троём добывают. Эта добыча очень эффективная. То есть когда у вас там 20 рабочих, это неэффективно. Но 17-й рабочий добывает эффективно. И затем следующий рабочий идёт вниз, ставит Nexus. И он ставит его на 19-м лимите. На 19-м. То есть очень-очень рано. Он приходит, аккуратненько смотрит, чтобы здесь не пряталась КСН-ка. И ставит Nexus. Минута 17. Понимаете? Это очень рано. Затем один рабочий шёл на газ. Отсюда же тот, кто поставил Nexus, у нас тоже идёт на газ. И мы берём вот этого нашего третьего рабочего, ставить кибернетку как можно раньше. То есть тот третий рабочий лишний, он ставит кибернетку. Сразу же, как только позволяет ему возможность, идёт добывать газ. То есть таким образом мы вначале как бы газ чуть-чуть не добывали, а сейчас добываем его раньше больше, чем нужно, чтобы мы могли играть в любой билд. Зилот сразу же под бустом. Идёт вот по такой траектории, кривой, чтобы не встретиться с рипером и прийти достаточно вовремя к терну, чтобы его напрягать. Затем мы строим рабочего, пилон и газ. То есть у нас идёт рабочий, у нас идёт пилон, у нас идёт газ. И когда этот газ достроится, на него мы сразу сорвём три рабочих. Но до этого мы ещё берём и заказываем сталкера на второй минуте, сразу же его бустим. И ещё у нас хватает денег на батарейку. Таким образом у нас есть всё. У нас есть первый юнит, который готов встречать рипера благодаря кибернетке ранней. У нас есть отличная экономика. В 4.35 будет полная экономика. Сейчас я вам это покажу. тоже благодаря тому, что мы ставим рано Nexus. И у нас есть зилат, который может напрячь терна, разведать терна, либо помочь защититься от ранних чизов. То есть зилат именно для этого. И если вы посмотрите, опять же, кинув потом два буста буквально в экономику, мы имеем полную экономику. Вообще можно плюс-минус 4.30 иметь. Всё. Можно сказать, что уже полная. Посмотрите. 4.30 у нас полный второй Nexus наполнен рабочими. Это ранний стандартный тайминг. Это очень круто. Надеюсь, вам понравился этот билд. Ребята, с вами был Тед. Обязательно подписочка, лайк. И до новых встреч.